Добрый вечер! Я уже поработала, еду домой, вот остановилась. Остановилась для того, чтобы сказать, бау, ребяточки! Маша просто взорвала своим тортиком. У меня в жизни никогда столько лайков не было. Конечно, будет два торта, будет два тортика, будут пирожные. В общем-то, будет много сладостей. И всё это обязательно мы будем снимать. И будет снимать Маша, чтобы не было подлога. А то ещё скажут, накупила в магазине. Нет, буду доказывать, что я всё-таки, хоть и в прошлом, далёком прошлом, но всё же кондитер. И, в общем-то, почему я говорю, будут пироженки? У меня есть подруга Саша, все её видят в моих видео очень часто. И вот мне понравилась она тортики, это всё понятно, всё. Я хочу пирожное картошку. Вот ту картошку, которую ты делала в кондитерском цехе. Сейчас таких картошек не делают. Ребята, я вам скажу, да, действительно, сейчас я из всех пирожных единственное, которое очень редко, но могла съесть, это пирожное картошка. Но то, которое делали мы, которое было действительно по технологии, где был бисквит, где был крем, без всяких там маргаринов и всего, чисто крем сливочный, взбитый, немножечко сиропчика, а не так, как сейчас эта картошка, как будто клейстер туда влили. Ну, в общем, не будем осуждать, как сейчас. Я точно знаю, что я могу сделать картошку, самую настоящую картошку. Картошку пирожное. Вот, да, то есть будет два тортика. Один, который Маша выберет и захочет, скажет, мне вот такой. А второй тортик будет, который я захочу сделать. И обязательно пирожное картошка. Все, ждем Машу, как только приезжает, дает команду, я готова, прихожу к тебе и будем печь. Печь и передавать. Ой, не могу, я там вспоминаю, печь и передавать, я просто ухахатываюсь. Так, ладно, по поводу пирожных заканчиваем. Надо домой ехать. То я, конечно, тут стою. Ой, еще ж выбрала место такое. Не очень, короче, удачное, всем мешаю. Так что поехали домой. Я уже дома. У нас уже ужин. На ужин у меня, видите, салатик такой классный с капусточки. И красивые такие крылышки. Все, нечего много жрать на ужин. Как раз хорошо. Доброе утро всем. Кэти, ты можешь сказать доброе утро? Вот так вот началось наше утро. Саша ушел на рыбалку. Да, ну, Кэти быстренько подписать он вывел, конечно. Катюнечка, мы с тобой пойдем только немножко позже. Да, я сейчас помою голову, приведу себя в порядок. Так, Кэти гуляет в окне. Посмотри в окошко. Кто там в окошке? Посмотри. Ну, посмотри в окошко. Кто там ходит в окошке? Так, а что делает Хэппи? А Хэппочка тоже гульфит. Прогулка у нее тоже утренняя. Солнышко. Нас сегодня сбили прогнозы погоды. Обещали дождь. Саша хотел было отменить рыбалку, но нет. Все-таки на рыбалку они ушли. Мы вышли на прогулку. Кэти мне колечко носит. Да, а я не хочу его кидать, потому что она уже дышит, как паровоз. Слюна, сорта. А колечко ей кидает. Ну, все, как будто пошла бы погулять сама без колечка. Она этим колечком себя загонит когда-то. Кэти, молодец. Можно просто погулять на травке. Да, можно просто походить, погулять, а не таскать это кольцо бесконечно. Красота. Ну, налюбоваться этой зеленью это просто невозможно. Хотя у нас тут траву, конечно, уже покосили. Покосили. Всю красоту. Ушла. Я возвращаюсь за колечком. Мне носить. Ага, конечно. Кэти, я не буду забирать колечко. Не буду. Пусть лежит. Не отдает мне кольцо. Сама потащила куда-то. Давай, давай. Тащи уже это колечко. Тащи. Давай, домой пойдем уже. Бери. Бери, пойдем домой. Ну, что ты на меня смотришь? Ну, ты же сама устала. Давай, бери колечко. Все, я ухожу. Забирай колечко. Забирай колечко. Без колечка нельзя идти. Молодец. Тащи домой. Тащи. Ой, ну эти клумбы. Как это называется? Петушки, да? Да, по-моему, петушки. Или как-то так. Очень красиво. Кэти пошла в петушки. Да потопчешь. Аккуратненько с колечком в петушках. Один только хвост. Он мантыляется. Хвост у беглей всегда работает. Ой, ой, застыл хвост. Удивительный момент. Кэти, включай хвост. Включай хвост. Давай. В цветочках. А если траву не покосили, то собаку найти невозможно. Вот видите, там где-то хвостик. Где-то там торчит хвостик. А куда колечко дело? Эй. Кэти, куда дело колечко? Где колечко, Кэти? Я иду искать колечко. Иду искать. Ага, Кэти, я нашла колечко. Я нашла, да. Сейчас заберу. Бери, пойдем. Ну что ты на меня смотришь? Бери кольцо, пойдем. Не хочет идти домой. И вот и мне не дают. Я забираю. Она сейчас прибежит. И у меня будет выдирать его. Вот так вот мы возвращаемся с прогулки. А нельзя было не бегать, как ненормальной? Боже, Кэти. Вот так устала. Все. Устала и отбросила лапки. Вот так дышит. Аж просто суда слышно. Кошмар. Я в каком-то из своих видео рассказывала. У меня есть подозрение, что у нее с сердцем не очень. Надо будет все-таки идти к врачу. Потому что она очень-очень устает. И когда мы возвращаемся... Ну, то есть собака молодая, понимаете, двух лет еще нету. Вот бегать ей хочется. Она носится, летает. А потом приходит домой. Вот не может отдышаться, ложиться. Я понимаю, что у нее вылетает сердце. А произошло это после того, как мы когда-то были на... Ну, в общем-то, на выезде. Да, шашлычки очередные. Вот. И там отдыхала компания рядом с нами. Мужчина, женщина и мальчик, ребенок. И этот пацан разыгрался с Кэти. И, в общем-то, понял, что она любит бегать за этим колечком. Тогда не колечко, по-моему, а мяч у нас был. Он начал бросать, и она бегает. Ну, и мы, в общем-то, так рады, что собака возле стола не сидит и не копает. Она же у нас копает. Это все, это песок этот на стол. Она, ладно бы там со стола попрошайничала. Нет, она же приносит эту палку или там колечко или мячик. Что бы там у нее в зубах не было, она притаскивает к столу. И возле стола начинает копать, чтобы все это видели. Как она это делает. Ну, то есть, понимаете, да? Удовольствие еще тут. Ну, и тут этот мальчишка бросает ей этот мячик. Она туда-сюда бегает. Это еще было в прошлом году, понимаете? Собаке, году молодая собака. Потом этот мужчина с женщиной присоединились. В общем, радостно, им весело это колечко кидали, кидали, кидали. И потом я смотрю уже как-то, я думаю, ну, сколько ж можно? Она там уже час, наверное, бегает. Смотрю, она положила это колечко или там мячик, я не помню. И села, и все. И сидит возле язык, вывалился. А Ира, сестра моя, она же врач. И она мне говорит, Таня, у нее синий язык. Это сердце. Боже, я так испугалась. Я схватила эту, боже, Кэти, говорят, загнанную лошадь надо водить. Надо не дать ей. А рядом вода. Говорит, она сейчас пойдет в воду, это будет, ну, в общем, как-то воспаление. Ну, не особо я в этом разбираюсь. Ну, в общем, может собака сгореть просто-напросто. И я ее начинаю поднимать, чтобы идти, чтобы, ну, она говорит, ее надо водить. Просто водить, чтобы ходила. Я ее под лапы поднимаю, а она просто ложится, и все. И этот язык синий, просто синий. Знаете, как у Чао-Чао. Испугались мы, шутка. Я ее вот буквально под лапки вот так вот подняла, начинаю ее водить. Она как-то более-менее пошла. В общем, скажу вам, очень испугались. И вот как-то после этого я начала замечать, может, не сразу, но начала замечать, что она как-то очень быстро устает. То есть бегать ей очень хочется, она носится, веселится, все это замечательно. Но потом приходим домой, она вот буквально не может отдышаться. Ну и все, собираемся, собираемся к врачу. Это что там собакам? Тоже, наверное, на кардиограмму какую-то делают. В общем, я не знаю. Ой, я опять собираюсь на тренировку. Сейчас собираюсь вырядиться. Что-то такое классное. Ну, что-то классное посмотрим. По крайней мере, когда я оденусь, я вам покажусь. Да, и опять-таки возвращаюсь к этому тортику. Блин, а то какая-то грустная тема, сердце-сердце. Тортик. Боже мой. Я вообще... У меня полторы тысячи подписчиков добавилось благодаря этому тортику. Уже там сорок и сорок восемь, по-моему, сорок восемь и семь. Ну, короче, к пятидесяти тысячам вот-вот мы уже подходим. Ну, я думаю, где пятьдесят, там и сто. Потому что я же всем рассказываю. Кнопку хочу, кнопку. Ну, это как бзик какой-то. Вот хочу кнопку. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну, я думаю, что когда я буду делать торт, а Маша это все будет снимать, и все эти украшения с листочками, с цветочками, с надписями, вот там-то эти пятьдесят тысяч и придут. Ну, я очень надеюсь. А вообще, спасибо вам за комментарии, за советы. Это так приятно. Вот что снять, что бы вы хотели увидеть. Вот обязательно пишите, что бы хотелось увидеть у меня на канале. Ну, кроме Маши. Так, у меня идут сообщения, поэтому... А сообщения идут у меня, я вижу, откуда. Это пишет чат, который эш. Девчонки собираются на тренировку и пишут, кто когда, кто идет. В общем, начинают списываться, и у меня вот это вот без конца идут. Я забыла отключить. И так. Так что пару пиканий будет вам по ушкам, особенно тем, кто сидит на ушниках. Извините. Все, пошла я одеваться. Кстати, Саша мне уже позвонил с рыбалки, он поймал три карася, почистил, и у меня сегодня на ужин будут карасики. Ой, карасиков я вам покажу обязательно, зажаренных. Все, 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 иду одеваться. Ах, я не успела это снять. Как Кэти не узнала Сашу. Пришел, какие-то на нем палки, удочки. Ну, короче, вот эта вот, вот эта вот здоровенная штука на нем висит. Собака в шоке, в кепке. Какие-то на нем рюкзаки. И как давай на него гавкать. Кэти, ты не узнала Сашу, да? Теперь все обнюхивает. Стыдно, да? Стыдно. Вот карасики. Вот какие красивые. Три. Вот. Теперь я вас в следующий раз покажу вас на сковородке, или еще лучше на тарелке. А я тут выполняю заказ. Шью матики для улиточек. Разве это матик? Это, по-моему, матрас. Это ж надо какой там контейнер огромный. Ну, ладно. Матик любого размера. В одной цене. Поэтому вот такой матрас. Так, я уже готова. Вот такая у меня есть накидочка. Она довольно легкая. Очень тоненькая. Так что, даже при том, что на улице сегодня очень тепло, я думаю, что все равно мне в этом жарко не будет. Потому что лосиночки, они тоже такие хэбэшечка. Вот. И это очень легенькая матиточка. Вот так я сегодня иду на работу. Ну и, конечно же, конечно же, моя любимая шпилька. Все, я готова. Я готова. И, конечно же, я готова. По этому поводу вот хочу вот просто быстро ответить. Значит, смотрите. Во-первых, я не врач. Я не психолог. Но по поводу депрессии я очень много читала. Очень много. Просто меня эта тема одно время заинтересовала. Ну, и еще у меня есть подруга, она работает в этой, как она называется, господи, ну, в общем, психбольнице. Ой, боже, так быстро хотела сказать, как, ладно, не важно. В общем, вы понимаете, да, работает с людьми, с расстроенной психикой и так далее. И вот тоже по поводу депрессии я задавала вопрос. Вот, как бы основной ответ – это да. Это, конечно же, болезнь. Болезнь очень серьезная. Чаще всего это случается у людей с таким вот расстройством. Это называется биполярное расстройство. Что это такое биполярное расстройство? Это, значит, как бы правильно сказать, ну, человек либо плачет, либо пляшет. Вот, как это, или скачет, или плачет. Вот. Но это очень опасная болезнь, потому что не бывает средины. Вот, либо человек такой веселый, все хорошо, обычно это он сам себе это настроение делает. Вот, сейчас мы тут весело отдыхаем, там, танцуем где-то, там, все, веселимся. И потом в один прекрасный момент вдруг становится, ну, то ли одиноко, то ли, ну, в общем, человеку становится все плохо. Все плохо. Начинает видеть все плохое. И вот эти вот, вот, все. Человек впадает в такое состояние. И вот в этом состоянии, когда вот было-было хорошо, а теперь резко стало плохо, вот в этом состоянии чаще всего люди впадают в депрессию. И почему очень советуют психологов, что вот с такими людьми должен работать психолог. Это действительно надо лечить. Потому что психолог может выслушать, да, вот эту твою проблему, которая, возможно, и не проблема. Тебе это сейчас так кажется. Почему так кажется? Потому что ты себе эту проблему, даже если она есть, есть проблема. И ты не хочешь искать здесь ничего положительного. То есть, вот все плохо и все. И на этом точка. Грамотный психолог начинает объяснять, выходить из этой ситуации в какую-то более положительную ситуацию, о том, что будет завтра, и все может измениться, и, в общем-то, во всем плохом можно найти что-то хорошее. Да, это должен быть психолог. И еще по поводу депрессии. То, что я сказала, что типа с жиру бесятся, вот и депрессия. В этом тоже, кстати, что-то есть. Потому что, как бы это тоже, вот я, знаете, как вот очень хочу правильно сказать, чтобы меня не хейтили по этому поводу. И не знаю, как это точно выразиться. Ну, смотрите, по статистике, вот я повторяю, я очень изучала эту тему, мне было интересно. Значит, по статистике, это очень успешные люди, богатые люди, это певцы, музыканты, это композиторы, это люди в основном, когда достигают какого-то вот, скажем так, успеха, все, и в какой-то момент у них что-то начинает не идти, не клеится, не получаться. Алкоголь, кстати, это очень сильный, вот можно впасть в депрессию, потому что люди начинают, как бы, появляются деньги, начинает это все классно, гуляется, весело, и потом это все начинает давить на мозги. Все уже, уже все надоело, больше ничего ты не можешь, вот все, вот достиг, и дальше ты понимаешь, что ты уже не можешь дальше развиваться. И в эти моменты, вот больше всего в эти моменты случаются вот эти депрессивные состояния. когда вот, кажется, все. И если рядом не окажется умный человек, грамотный, то вот это может затянуться. Как Маша сказала, когда три недели не моешь голову. Угу, или там еще хуже. Опять же таки, депрессия очень часто приводит к самоубийствам. Никого не оказалось рядом. Не оказалось рядом психолога. Мне кажется, это опять-таки, это лично мое мнение, я не доктор. Но все же мне кажется, что когда человек начинает вот впадать вот в это состояние, ему плохо, ему обязательно, обязательно кто-то нужен рядом. Это не обязательно даже, мне кажется, психолог. Это могут быть друзья. Но сколько людей, ведь бывает горе, страшное горе, потеря, потеря любимых. Все, закрылся, и кажется, что жизнь закончилась. И, конечно же, здесь нужна обязательно помощь. Помощь, я думаю, что друзья, это лучшие психологи, которые могут поддержать, которые могут... Я очень хорошо помню свое состояние после смерти мужа. У меня, мои друзья, просто... Ну, вот просто у меня каждый день кто-то был дома. Каждый день. И это находилось... Находили мне там всякие занятия, куда надо в работу, с головой в работу. Работать, работать, работать. Понимаете? Депрессия – это состояние, когда человек опустил руки. Но все-таки, да, я согласна с тем, что бывает, это вот как бы врожденная, что ли, врожденная болезнь. Это человек так и называют, говорят, вот депрессивный человек. Вот есть такие, да. Но это большая редкость. В основном это происходит из-за того, что вот как бы не может себя найти, реализовать и не хочет. Ну, не хочет. Вот, вот все. Вот все не так и все не так. В общем, мне кажется, я очень долго по этому поводу рассуждаю. Но я думаю, что вот сейчас как бы объяснила я эту ситуацию, и у меня должны понять это вот. Ну, вот так вот оно бывает в этой жизни. Ох, эта собачка. Она не может меня оставить, чтобы как бы я там пошла, что-то снимаю. Уже пришла, улеглась. Да-да, я сейчас пойду жарить рыбу на ужин. Ну, думаю, что рыбой я никого не удивлю. Ну, снимать это не обязательно. Жареный карась на сковородке – это как бы простое нормальное явление. Я смотрю влоги своих девчонок. Боже мой, это вообще. Вика выпекает, готовит. Маша там вообще какие-то там чуть ли не торты печет. Ну, это вообще, конечно. Ну, я не знаю, я, наверное, устрою генеральную репетицию. Я уже начинаю волноваться по поводу этих тортов. Ну, а ещё, чтобы доказать, что я всё-таки кондитер, я, ну, по крайней мере, в ближайшие дни, может, даже завтра, не сегодня точно, я случайно в холодильнике нашла кусочек вот такой дрожжей. Как эти дрожжи у меня там оказались, я какую-то маску для лица делала, и вот кусочек лежит. И вот я думаю, надо сделать дрожжевое тесто и показать, что я ещё и пирожки умею делать. И они простые, вот просто матрушечкой. В общем, придётся догонять девчонок. А то они у меня там пекут и пекут, а я вот, кажется, вообще тут ничего не готовлю. У меня ни на что времени не хватает. То собака, то гуляние, то работа, то это... Нет, я не знаю. Когда у них вот это вот хватает ещё на то, чтобы выпекать там всякие коржики? Всё. За депрессию я всё рассказала. Именно то, что я думаю. И у каждого на этот счёт есть своё мнение. Ну, то, что это серьёзная болезнь, я полностью согласна. Полностью. Но болезнь всегда лучше предупредить, чем её лечить. А предупредить депрессию можно только тем, что человека в этот момент должен кто-то заметить, когда ему становится плохо. И в этот момент так вот правильно подтолкнуть, скажем так, к хорошим мыслям. Ребяточки, дорогие мои, я вообще благодарна всем за любые комментарии. Потому что даже вот плохие комментарии приводят к тому, что есть о чём порассуждать. А ещё я вам хочу большое спасибо сказать. Вот эти вот все подсказки. Снимите такое видео, снимите такое видео. Это всё. Вот это вот обязательно пишите. Пишите, что интересно. Я вот с радостью. Я просто с радостью буду всё снимать. А вы поняли, да? Меня это поглотило. Всё. Пошла я жарить рыбу. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Ну и как обычно. Люблю, целую, Таня. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.